МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как вы считаете? Ну? Что ну? Ты начал с фразы, как вы считаете. Да, я ей закончил. А, ты спросил, как вы считаете. Ага. А я думала, ты имел в виду, как вы думаете. Нет, я именно про счёты говорил. Ну, считаем мы очень просто. Так уж и просто. Ну, конечно. Меня вот в школе научили считать. И ты хорошо считаешь? Ну, во всяком случае, по математике у меня пятёрка. Вот как! Это хорошо. Но не всем ребятам счёт даётся так просто. Да, бывает. Научиться считать сложнее, чем читать. Поэтому для счёта некоторые ребята пользуются пальцами. Не для счёта, а для вычислений. Ну, да. А пальцами пользоваться не стоит. Они только мешают освоить счёт. Да? А как же тогда научиться? Лучше начинать осваивать счёт и вычисления с окружающих предметов. Да? А я думал, с загадок. Ну, с каких ещё загадок, Антон? Ну, например, над рекой летели птицы. Голубь, щука, две синицы, два стрижа и пять лещей. Сколько птиц? Ответь скорее. Какая странная загадка. Щука же не птица и лещи не птица. Ну вот, уже интересно. Ой, запутано как-то всё. Ну, давай ещё раз. Над рекой. Летели птицы. Голубь, щука, две синицы, два стрижа и пять лещей. Сколько птиц? Ответь скорее. Если мы всех, кто живёт в реке, убираем, у нас остаются голубь. Правильно. Две синицы. Тоже верно. И кто там ещё? Два стрижа ещё. Итого получается пять птиц. Ещё раз пересчитаем. Голубь, раз, две синицы, два, три. И ещё два стрижа. Это четыре, пять. Конечно, загадка хорошая. Но, по-моему, слишком сложная для тех, кто только начинает считать. Ты думаешь? Да. Я думаю, что счёт надо начинать с простых вещей. Ну вот смотри, Антош, у нас яблоки. Очень, кстати, я как раз проголодался. Яблоки нам нужны для счёта. А ещё у нас мандарины. Нет, ну я этого не выдержу. Ну, Антошенька, потерпи, пожалуйста. Подскажи лучше нашим ребятам, сколько на столе яблок. Три. Три яблока. Верно. Одно, второе и третье. А мандаринов? Три, три мандарина. Тоже три. Раз, два, три. Три мандарины. Всё. Теперь можно хоть что-нибудь съесть. Ну, получается не съесть, а вычесть. Да-да. Можно я вычту один мандарин. Ой, выбираешь, что повкуснее. Вычитай. Вот, я и вычел один мандарин. Получается, что осталось три яблока и два мандарина. А можно я вычту ещё один мандарин? Ты какой вот хитрый, Антошенька. Вот ты лучше яблоко вычти. Тогда у нас всего будет поровну. Ты съешь один мандарин и одно яблоко, и я съем один мандарин и одно яблоко. А оставшиеся мы поделим пополам. Вот она, математика в жизни. Молодец. Ну что, пришло время прощаться. До свидания, ребята. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»